По словам экспертов, у половины пользователей интернет-сайтов и соцсетей слишком легкие пароли. На то, чтобы их взломать, злоумышленникам требуется не больше минуты. Пароли лучше придумывать сложные, произвольные, не завязанные на ваших личных данных, и менять их следует каждые полгода. Причем у каждой соцсети должен быть свой пароль. Об этом эксперты сегодня рассказали школьникам на первом уроке всероссийского проекта «Цифровой Легбез». Тема «Безопасность в соцсетях». Школьники из 250 учебных заведений региона подключились к уроку по ВКС. Основная, как я считаю, угроза, которая может быть в этой сфере, это завладение, скажем так, средствами граждан, причем это делается без их ведома, для осуществления дедовских атак на информационные ресурсы государственных организаций, государственных органов, чтобы принести максимальный урон, максимальный вред для нашего государства, для сбоя работ информационных систем, которые необходимы для обеспечения функций государства, в том числе и в социальной сфере, в МФЦ. «Информационные системы, они как бы созданы для того, чтобы помогать человеку, да, всем пользуемся банковскими карточками, приложениями, это удобно. Соцсети, без них никуда, это наша жизнь, дети это понимают, и мы это понимаем. Вопрос разумно, осознанно предоставлять или иные данные. Номер школы, где ты живешь, где ты учишься, номер телефона, фамилию папы, мамы и так далее. Это все может быть использовано и скомпрометировано». Среди советов экспертов и создание двух почтовых ящиков. Один для подтверждения учетной записи в мессенджерах, второй для госуслуг и других важных сайтов. Причем лучше установить двухфакторную регистрацию, когда при вводе пароля на те же госуслуги требуется еще и ввести код, присланный на номер телефона. «Мы много говорим о том, что сейчас существуют там мошенники, которые охотятся за нашими данными. То есть чаще всего персональные данные предоставляют сами люди». По словам экспертов, если к своим данным пользователи стали относиться более бережно, то порой не думают о других и публикуют фотографии друзей и информацию о них без их разрешения и нередко переходят по присланной ссылке, не будучи уверенными в источнике информации. Чтобы повысить информационную грамотность самарских школьников, такие уроки станут регулярными. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События.